Всем привет! Уже позавтракала, уже даже успела постирать вещи, развесила. Прекрасная погода, птички поют, весна. Сегодня у нас 8 мая, но несмотря на то, что у всех выходные, я работаю. Пока планирую работать здесь, в комнате. Потом, возможно, чуть позже уйду в каворкинг. Можно было бы пойти на шашлыки, потому что ребята, студенты, организовывают шашлыки на территории пункта. Нужно было скинуться по 500 рублей буквально, и там будут напитки, игры, всякие общения. Можно плед взять и лежать на древе на пледе. Но я что-то вроде хочу, но вроде бы как-то одно и неловко идти мне. Я, в общем, еще у меня рабочий день, и я решила, думаю, ну, наверное, я пожалею, но не пошла, в общем. Так что я лишила себя каких-то новых хороших воспоминаний. Я сейчас читаю комментарии с нового влога. Мне так смешно задают вопрос. Ничего не понимаю. Ксюша, ты на двух кроватях живешь? Одна в комнате? Да, я сплю на двух кроватях. Сначала я спала на той, но со временем я поняла, что там очень матрас нехороший. Я сплю, и мне пружины в бока давят, и это очень больно. Поначалу я думала, что мне отличный матрас достался, но со временем я поняла, что нет. Я его уже переворачивала. И потом я решила переехать вот сюда. Вот везде разные ремонты, и у меня, в принципе, не первые свежести, как оказалось. Потому что новые блоки, они выглядят совсем по-другому, и вся мебель более новая. А еще у меня вот что, отвалилось от тумбочки. Вот тумбочка, а там отвалилось дно. Нашла я такой горшок, отдавала студентка. Я хочу пересадить мою драцену в новый горшок. Он хорош тем, что у него есть поддон, а здесь у меня нет поддона, и вся вода, если я перебарщиваю с поливом, она здесь, естественно, скапливается. Поэтому я и придумала крышку. Достаточно быстро загрузила необходимые мне по работе файлы, поэтому все, сейчас идем и подышим, и выполним такую бытовую задачу. Пересадим цветочек. Не знаю, по погоде ли я оделась, мне кажется, не особо. Люди в куртках, а я в футболках, футболки и в рубашке. Ну, из окна, когда я смотрела, мне казалось, что тепло. Но сегодня сильный ветер, но я, в принципе, надеюсь на то, что, когда я буду в лесу, этого ветра не будет. Я вчера ездила в город на электричке и, естественно, шла вот по этой тропе лесной. Боже, какие звуки! Какие звуки! Сейчас куда-то вот здесь сверну и буду копошиться в земле. Я вот, конечно, не уверена, можно ли драцену пересаживать вот в такой вот грунт. Но мне кажется, лесной грунт гораздо будет лучше, чем тот магазин, в котором сейчас мой цветочек растет. Я не знаю, мне кажется, я здесь не найду камушков. Ну, то, что я грунт накопаю сто процентов, а вот камни, я не знаю, вряд ли. В лесу практически нет ветра, поэтому мне не холодно. Смотрите, здесь везде такие болотца. Везде что-то шуршит, двигается, птички летают, птички поют. Вау, вау, что я нашла! Костровую поляну! Да ладно! Серьёзно! Это что здесь устраивают? Пикники и жарят на костре что-то? Я в восторге! Это вот две минуты ходьбы от Пунка. Да вот его видно, чё уж тут. Это супер-классно! Точно! Я поняла, что можно использовать как дренаж. Кору от деревьев. Такой же дренаж продаётся тоже в магазине. Я ещё увидела какой-то жёлтый цветочек. Но это похоже, как, знаете, на реках растут какие-то водяные растения. По-моему, на Урале я такие видела, когда мы на реке, по реке сплавлялись. И вот в всяких болотцах вот такие вот растут цветы. Не знаю абсолютно, что за цветы. Вот и эти белые, и эти жёлтые. Так что напишите в комментариях. Чтоб не замарать руки, я взяла такую перчатку, знаете, как в ленте, для того, чтобы фрукты набирать. Иначе, если я буду в земле ковыряться, я вообще вымужусь очень быстро. В общем, я решила дренаж использовать вот эту вот кору от сосен. Не знаю, подойдёт ли подойдёт. Какие-то не ломают, какие-то очень жёсткие. Вот. Не жёсткие. Так, я ещё один вот пакет жила. Ну вот, в принципе, легко. Вот. Ой, какой запах земельки! Ё-моё! Ой, вообще супер! Прелесть! Ну я, в общем, смешаю вот этот вот грунт с тем грунтом, который был в магазине. Я думаю, отлично будет. Здесь вообще такая чёрная земля. Не прям, чтобы чернозём, но однозначно хорошо. И она прям такая мягкая, такая лёгонькая. Ну я не знаю, в принципе, наверное, достаточно. Там ещё ведь у меня. О! Вот так вот. Фух, что-то так в комнате душно. Ой, господи, как пахнет лесом. Это вообще... Ой, северный лес. Я даже не знаю, как его пересаживать. Не думаю, что это сложно. Предпочитает светлое место или полутень регулярный полив по мере подсыхания грунта. В сухих помещениях опрыскивать. Ну, в принципе, всё это я и делаю. Да, конечно, ему вон мало как места. Вот, наверное, надо было не в чистой одежде это всё делать. Но горшок я взяла прям нужный. Там были меньше по размеру. Но они не сильно отличались от вот этого. Наверное, сейчас смотрят любители цветовых и скажут, всё, господи, шо она делает? Шо это такое? Шо всё такое? Мм? Это же для цветка стресс. Жил он, жил всю свою жизнь. Вот в той баночке. А тут бас, а его большой горшок какой-то. А ему другую почву. В ванной у нас опять беда с краном протекает. Типа ты до конца его закрываешь. А оно всё равно течёт. Уже приходил как-то к нам сантехнику. Он уже заменял там какую-то штучку. Но, видимо, после праздников опять придётся вызывать. Потому что, ну, это не дело, что оно вот так течёт постоянно. И с этим вообще ничего не сделать. Вот я до конца пытаюсь закрыть, и всё, ни в какую. Пора бы и пообедать. Уже очень кушать хочу. У меня ничего нету. Поэтому вот надо приготовить шницель охлаждённый. Думаю, может быть, сделать мне либо с рожками, либо просто салат сделать. Наверное, можно с салатом. У меня как раз есть помидорка, огурец. У меня же есть гречка. Я так давно не ела гречку. Опаковку купила. Где открывается-то? Отварю сразу три пакетика, чтобы на ужин было. Чтобы 10 раз потом не варить. Обычно, когда я покупаю вот всякие такие продукты, они очень сильно пригорают к дню мультиварки. Это фирма Петеринка. И она мне всегда нравится. И вот первый раз её купила, вот эти вот шницели, и они вообще не пригорают. И они прям такой корочкой покрылись. Прям нравится. Аппетитно очень выглядит. Очень часто я видела комментарии о том, что, мол, а где все люди? Почему в общежитии никого нет? Почему пустые коридоры? Почему на улице никто не гуляет? Это всё есть, всё есть. Просто, может быть, так попадает по времени, что, я не знаю, я выхожу тогда, когда никого нет. Ну вот, например, сейчас выходной день. Вот, пожалуйста, ребята играют на спортплощадке в баскетбол. Читаю сейчас ваши комментарии. Кто-то рассказывает, что, когда жили в общаге какой-то, душ был на всю многоэтажную общагу, всего лишь один, и работал он раз в неделю. Всего 5-6 комфорок на 80 человек. И два холодильника в чужих комнатах. Вот это трэш. Да. Да я уверена, что и сейчас есть такие общежития, когда душ работает там на этаж, или несколько этажей ходят принимать душ. Я тот человек, который абсолютно не знает, как ориентироваться и одеваться на улице. Вот я смотрю в окно, кто-то в шапке, в куртке, кто-то в футболке ходит. Вот как одеваться. И я стараюсь надеть что-то такое среднее, и в итоге я всегда то мерзну, то мне жарко. Так что сейчас я решила все-таки одеться потеплее, а не так, как я оделась днем. Ну и понятно, уже в принципе вечер, поэтому я в любом случае бы замерзла. В общем, пошла я прогуляться, плюс землю еще докопаю. Просто сегодня работа как-то у меня не особо задалась. И никаких откликов по ней я пока не получила, и, соответственно, могу сходить прогуляться. Хотя я после обеда и так уже протупила, пролежала на кровати, просто смотря ютубчик. И что-то я поняла, что мне такое времяпрепровождение не нравится. Поэтому уж лучше на улице подышать воздухом, чем лежать на кровати. Поэтому идем куда-нибудь погулять в рамках здешней местности. Та полянка, которую я сегодня увидела, в общем, на ней ребята, видимо, сегодня и жарят шашлыки. Я думала, они будут на территории Пункера сжигать костер. А они вон там вот, в лесу. Ну, блин, классное место. Ну, ладно. Не буду я расстраиваться. Я сегодня и так, думаю, вполне себе хорошо смог бы провести время. Хотя шашлыки, конечно, это круто. Тем более есть, когда возможность познакомиться с какими-то новыми людьми. Потому что мне, в принципе, не с кем было идти. И тот парень, который организовывал вот эти шашлыки, он сказал, что, мол, я специально организовываю, чтобы студенты могли познакомиться и найти новых приятелей. Так что необязательно идти с кем-то прям. Вот она, дорожечка. А я куда-нибудь туда пойду. Я не знаю, у меня планов абсолютно нету. Конечно же, хочется где-то погулять на солнышке. Но если вот я пойду в ту же Сергиевку, то там большие деревья и солнца не будет. Но это очень хорошая, в принципе, альтернатива, потому что там тихо, и там не будет никаких звуков транспорта и прочее. Хотя я уже там слишком часто бываю, потому что мне очень нравится. Кстати, вот я вот так одета. Взяла с собой шоппер. Я вообще не привыкла ходить вот с такими сумками. Как-то мне непривычно, что что-то на плече. Я обычно хожу с рюкзаками, и это удобно, он никак тебе не мешает. А тут я решила, что у меня не так много, в принципе, вещей. Поэтому думаю, ладно, возьму шоппер. И что-то мне как-то не нравится. Как люди носят сумки. Как будто вот у меня постоянно такое присутствует ощущение, что у меня сейчас он спадёт. Просто я никогда, в принципе, даже в школе не пользовалась сумками дамскими, никакими просто рюкзаками. Вот чисто такой больше спортивный стиль. И как себя приучить к таким сумкам, я не знаю. Потому что все же женщины и девушки ходят с сумочками. Я с рюкзаком. И вот, получается, я иду с этим шоппером, да? И мне вот хочется вот так его держать. Не знаю, может, так и надо. Но хочется как-то идти, чтобы руки были расслаблены. В итоге я думаю, так, а не спал ли он у меня тут с плеча? Я поражена, сколько народу в Сергивке. На велосипедах просто гуляют, машин много. Выходной день, праздники. Поэтому решила в этот раз пойти немножко другими тропами. Вот она станция справа, ЖД Университетская. ЖД Университетская. Субтитры создавал DimaTorzok Я понятия не имею, на какую полянку я забрела, но эти несколько минут, что я там провела, это была настолько терапевтическая полянка, потому что именно здесь птицы очень-очень громко поют, чирикают, и это настолько красиво, я надеюсь, я смогла передать вам ту атмосферу, просто представьте, вы сидите в лесу, на каком-то пеньке, вокруг никого нету, и вот такая вот природа вокруг вас, она прямо охватывает вас, опоясывает, обнимает, и вы понимаете, что вы сливаетесь с природой, с этой дикой природой. Это не привычный нам городской парк, где всё красиво, ухожено и выверено, здесь больше подходит слово выверено. Это та дикая природа, которой человек тянется, когда ему хочется побыть в каком-то одиночестве, единении с самим собой, и эта атмосфера, она даёт человеку побыть одному. Точнее, на самом-то деле, ты находишься не один, вокруг тебя живая природа, те же птицы, те же жучки, которые шебуршатся, животные. Но, тем не менее, это релакс. Ну, как ещё по-другому сказать? Ну, вот чудо ведь. Стоит огромное дерево на какой-то полянке. Лучи солнца пробиваются сквозь кроны деревьев, и создаётся такая атмосфера сказочная, магическая. Ты в сказке. Ты идёшь по этой сказке. Я сейчас вообще не имею представления, где я иду. По какой-то тропинке в Сергиевке. Куда она меня выведет, я тоже не знаю. Людей я вижу вот мельком. Кто-то на велосипеде проезжает, вот где-то вдалеке между деревьев, так или иначе, мелькают силуэты. Отдалённо слышится звук поезда. Вот что нужно. Нужно сворачивать с основных троп. Сегодня Сергиевка открылась мне совсем под другим углом. Мне здесь, да, очень нравилось. Я здесь находила то самое уединение, которое я хотела. Но такого уединения, такой тишины, такой безмятежности, я смогла прочувствовать её первый раз. А внизу уже нет воды. Здесь обычно был такой водопад, каскадики красиво. Люди вот на полянке пикники устраивают. Я вижу там у кого-то пицца, напиточки. Вот я что-то в этот раз даже не взяла с собой чай, хотя можно было в термосе. Как-то я не подумала. Я даже не думала, что я далеко так уйду в Сергиевку. А так-то, да, могла тоже, в принципе, такой пикничочек устроить себе. Но, видимо, не в этот раз. Ещё вернусь. Значит, последний раз, когда я здесь была, я застала нужное время года и увидела эти каскады. Спилили большое дерево. И сколько от него стружки. Может быть, это трава? Даже не знаю. Наверное... Да нет, это же дерево. Вот. Такая была досочка, знаете, под горячее. Вообще отлично было бы. Или вот. Чем не подставка под что-то горячее. Аутентично, красиво. Мне аж нравится. Вот и оно, спиленное дерево. Огромное, огромное. Я думала подойти, посчитать кольца и узнать, сколько ему лет. Но на нём нет почему-то колец. Сейчас как-то, видимо, его спиливали так, что вообще невозможно даже посчитать. Может быть, через какое-то время, когда дерево станет более сухим. Но я даже будешь представить, сколько такому дереву могло быть лет, его даже не обнять руками одному человеку. Вообще, отличный пенёчек. Ну как? Лучше бы, конечно, это было дерево, но можно вот посидеть. Мне кажется, такие опилки не помешают для моего цветочка. Ну так, немножечко буквально. Отлично. Тоже как дренаж или как что-то полезное для растения. Я ещё, конечно, приду домой, почитаю, можно ли использовать опилки. Но мне кажется, да, потому что это что-то естественное. ПОТОРЖЕНИЕ Вот я и вышла К дворцу Вновь люди сидят На солнышке, греются Только в этот раз почему-то все кучкуются С другой стороны Хотя в прошлый раз все вот здесь сидели Так что сейчас Тоже посижу, погреюсь на солнышке А то за то время, пока я Шла по тени Между деревьев я как бы Немножечко так Подмерзать начала Решила потихоньку возвращаться Потому что солнце садится А мне еще не близко идти А я уже так немножко начала подмерзать Поэтому меня ждет обратный путь До дома Вот сейчас бы вот самое То было бы, конечно, выпить горячего чая Но Чая нет Все остается только согреваться Другими способами Например, бегом Можно ли посыпать землю опилками Комнатные цветок Горчки Опилки обычно используют Для садовых растений И то очень аккуратно В виде мульчи И разрыхлителя Не вижу смысла Использовать опилки Для комнатных цветов Тем более, ничего хорошего Комнатные растения От опилок не получат Могут подкислить почву И отнять у растений Часть азота Туда я не буду класть, конечно Зачем Вечером, собственно, мне прислали По работе правки Ну, вы видите, да Как я работаю То бывает, я могу целый день просидеть То вот так вот Кусками-то утром посидела немного Потом перерыв Огромный, может быть Потом вечером Вот так вот Не нормативный получается График Ну, в принципе Это тоже неплохо Когда целый день сидишь, например, в офисе Это сложнее А тут я как бы У меня грех жаловаться Я погулять сходила успела Так что Всё, работаю У себя в комнате Я так и не стала проводить интернет Потому что подумала Что это будут лишние расходы Да и к тому же Раз сейчас открыли кого-то Я туда хожу Это удобно и быстро Поэтому Сейчас я пойду в каворкинг Мне нужно воспользоваться Wi-Fi Для того, чтобы опять-таки По работе закачать файлы Обычно это длится Ну, приличное количество часов Я даже, бывает, оставляю ноутбук в каворкинге Чтобы всё это скачивалось А я могла заниматься здесь чем-то Либо, если есть работа Вот непосредственно в этот момент То я работаю Но я скорее всего так и поступлю Я просто оставлю сегодня там На час Смотря сколько будет гигабайтов Этой всей информации И уйду и уже буду здесь отдыхать Вот вечером можете посмотреть Сколько студентов играет на спортплощадке Но я такой себе, конечно, игрок От меня, наверное, пользы не особо много Я умею хорошо подавать Но не каждую подачу я смогу отбить Особенно я не люблю место около сетки Когда ты должен передавать кому-то этот пас Я не умею так отбивать вот наверх Поэтому я только вот снизу Наверное, поэтому у меня на руках образуются синяки Потому что иной раз мяч так, с такой силой падает Летит, что ну сантиметр вправо, сантиметр влево И он уже прилетел не сюда А мячи же твердые достаточно Хотя бывает мягкий Но вот тот, в который мы играем То там мяч твердый Хотела я сегодня досыпать землю в горшок В итоге просидела еще полтора часа в кворкинге Все, работа меня нагоняет Это трэш В общем, время 11.30 Я пришла Поработала Сейчас буду Уже готовиться ко сну И все, спать И, кстати, в кворкинге Вот по вечерам гораздо больше студентов занимаются, чем днем И сейчас там тоже сидят студенты Кто-то учится Кто-то там что-то на компьютерах тоже делает Я устала Сегодня я встала рано Обычно я не встаю Около 8 утра В 7.45, по-моему, я проснулась Так что день был длинный Я буду укладываться Сейчас спать Ну, конечно, как всегда Перед сном ютубчик меня затянет Без этого никуда Ну Уже буду отдыхать Так что Всем спасибо за Просмотр этого видео Поддержите меня лайком Любым комментарием Можете написать просто привет Если не знаете, что написать Спасибо за поддержку И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok